А вы в курсе, кстати, что лысые люди составляют костяк тайного мирового правительства? Ладно. Наверняка многие из вас задумывались о том, как именно растет мышца. Многие из этих многих, пытаясь найти ответы в интернете, натыкались на информацию о том, что, дескать, мы тренируемся, мышца получает микротравмы, потом они зарастают, и из-за таких вот сростков мышца становится толще. И ведь подавляющее большинство источников именно такой точки зрения и придерживается. Просто интересно тогда, а как растут дети? Был такой маленький человечек, и он такой постоянно получает микротравмы, да, и растет. Или он такой вот в детстве очень такой плотный, а потом растягивается, становится чуть более жидким, но зато растянутым. У детей ведь тоже растут мышцы, хотя они не тягают железки, или они получают микротравмы на детской площадке. А как тогда детишки, которые только родились и кроме мамкиной груди не видели ничего, растут? Интересно было бы получить микротравму от... ну да, неважно. Просто слишком много вопросов, на которые вряд ли найдутся логичные ответы. Так как же все-таки происходит гипертрофия, ну, то бишь, рост мышц? Гипертрофия – это адаптационное увеличение объема или массы скелетной мышцы. Так вот, если верить более современным источникам, то различают миофибриллярную и саркоплазматическую гипертрофию мышечных волокон. Поясню. Есть мышечное волокно. В нем находится, как, например, в каком-нибудь кабеле, много волосинок миофибрил, вокруг которых некая жидкость, которая называется саркоплазма. Так вот, миофибриллярная гипертрофия – это увеличение объема мышцы за счет увеличения количества вот этих вот волосков миофибрил. А саркоплазматическая гипертрофия – это увеличение объема мышцы за счет увеличения объема жидкости, то бишь, саркоплазмы, в которой находятся миофибрилы. Если спросить у классических морфологов, они ответят, что никакой гипертрофии, кроме миофибриллярной, не существует, То бишь, утолщается мышца только за счет того, что увеличивается количество тоненьких волосинок, ворсинок, вернее, в ее составе. Обосновывают они это тем, что внутри мышечного волокна 95 или 98 даже процентов объема занимают именно миофибрилы. Поэтому бессмысленно увеличивать какие-то там 2, 3, 4, 5 процентов саркоплазмы. То есть, теоретически, она как бы возможна, вот эта вот саркоплазматическая гипертрофия, но практически, скорее всего, нет. Поэтому бодибилдеры, не я, потому бодибилдеры должны заниматься той частью мышцы, которой они могут управлять. А управляют они примерно двумя третьими мышцами, с которой работают. Эти две трети содержат окислительные и гликолитические и промежуточные мышечные волокна. То есть, небольшая часть мышцы вообще практически не тренируется. Хотя, про нее можно забыть, да? Это та мышца, которая требует активации всего двигательного аппарата, всех двигательных единиц. Работая с весами около 70-80% от максимума, мы никогда не добьемся включения самых высокопороговых двигательных единиц. То есть, тех, которые в обычных условиях не задействуются. Даже если они и будут работать, то очень коротко. За это время в них не накопится большое количество генетической информации о необходимости создавать новые миофибрилы. То есть, новые мышечные волокна. А вот тут и начинается самое интересное. Ответ на главный вопрос. Как же все-таки растут мышцы? Опишу простым и понятным языком, без умных слов. Хотя, какие тут умные слова в моей голове? Ладно. Мы тягаем железки, да? Организм получает стресс. В ответ на стресс организм начинает вбрасывать... Хотя нет, как вбрасывать? Это же не выборы в Африке, чтобы вбрасывать. Вырабатывать определенные гормоны. Типа тестостерона, например. Гормона роста, соматотеропина и прочего. Эти гормоны выводятся в кровь и ищут, куда бы им приткнуться. И вот они видят активную мышечную ткань. То бишь мышцу, которая поднимает железяки и заходит в эту ткань. А в этой мышечной ткани содержится ДНК. То есть генетическая информация. И вот эти гормоны начинают приставать к этим молекулам ДНК. Которая соглашается с тем, что мышце тяжело. Необходимо больше миофибрил. То бишь сократительных элементов. И вынуждено дать добро на строительство новых волосиков. Миофибрил. Таким образом и растет общий объем мышц. Так как в них попросту с нуля создаются дополнительные миофибрилы. Так и детишки растут. ДНК просто позволяет создавать новые материалы. А не сращивать какие-то микротравмы. Кстати, самый простой способ проверить на компетентность вашего фитнес-инструктора. Задайте ему вопрос о том, как растет мышца. И задумайтесь. Нормально ли, что вас тренирует человек, который не знает основы своей работы. И немного о том, что такое нашумевший препарат мельдоний. И как он улучшает результаты спортсменов. По словам создателя препарата, латышского ученого Ивара Калвинша, он просто интересовался, что в организме человека истощается при длительном стрессе. Нашел вещество, ресурсы биосинтеза которого истощаются. Это вещество называется гамма-бутиробетаин. В молекуле гамма-бутиробетаина один углерод он заменил на один азот, чтобы он не разлагался и был полезен как переносчик сигнала от центральной нервной системы, то бишь от мозга, к клеткам. Вот и все. Это и есть мельдоний. Во время тренировок спортсмены нередко работают на пределе или близко к предельным возможностям. Если делать это на фоне приема мельдония, сердце спортсмена защищено от появления небезопасной ишемии или попросту недостатка кислорода. После чего начинают гибнуть клетки вообще-то. Но это по словам создателя... Нет, не этого создателя. Отнюдь не означает, что спортсмен из-за препарата может сделать что-то больше или лучше, чем другие. Мельдоний, по его словам, просто защищает от губительных последствий работы на пределе возможностей организма. В одном из интервью Ивар привел в качестве примера случай с мэром Риги Нилом Ушаковым. Он решил, что сможет пробежать большие дистанции на традиционном забеге два дня подряд. И что в итоге? Чуть не погиб. Делал бы на фоне мельдония, скорее всего, таких проблем бы не было. Тем не менее, всемирное антидопинговое агентство запретило препарат. Считается, что он помогает адаптироваться к нагрузкам. Повышает выносливость, например. С другой стороны, когда вы едите правильную питательную пищу, вы тоже адаптируетесь к увеличенным нагрузкам, потому что у вас больше энергетических возможностей. Есть целый список препаратов, действие которых доказано. При тех же стероидах будут лучше развиваться мышцы. На фоне допинга вы можете показать более высокий результат, чем без него. Но это не относится к мельдонию. Если его применять во время соревнований, он, скорее всего, даст обратный эффект. Почему? Да, спортсмен будет предохранен от вредного воздействия ишемии. У него не будет инфаркта или инсульта, но бегать дольше или быстрее он не сможет. Энергия производится из тех субстратов, из тех веществ, то бишь, которые для этого используются. Это либо жиры, либо глюкозы, то бишь углевод. Мельдоний притормаживает окисление жирных кислот. А это означает, что на каждый грамм принесенного энергетического вещества используется меньше жиров. С каждого грамма получается более чем в два раза меньше энергии. А крови ведь больше не поступает. А следовательно, как можно сжечь то, чего нет. Ну, по-моему, правда все-таки кроется где-то посередине. Спасибо за... Как там закончить надо было? Сегодня по-другому? Может, спляшем? Ладно, спасибо за бесполезно потраченное время. Берегите себя и меня. Пока.